Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение Торы недельная глава Нааха. В нашем мудреце говорят от Нааха до Аврама 10 поколений. И мы видим, как срабатывает то, что свеже сказал, что лет жизни человека будет теперь 120 лет. Ибо молод он делает много плохого. Поэтому теперь день и ночь, лето и зима, сенье и жатва, холод и тепло не прекратятся. То есть теперь появились у нас времена года и в тех идеальных условиях, в которых жили люди перед потопом, уже теперь не будет. Тогда раз в 25 лет собирали урожай, хватало, а теперь надо сеять все время, каждый год, и бывает и не один раз в год. И человек меньше живет теперь. И это постепенно мы видим. Всего от времени завершения потопа, это 1657 год от рождения Адама, до 1948 года, когда родился наш протест Авраам, прошло 10 поколений и всего лишь получается около 300 лет. Написано, что жил Наах после потопа 350 лет и умер. всего век Нааха был 950 лет, он 600 лет жил до потопа, 350 после. Вот. Он еще жил как те поколения, которые были до потопа. Следующий был Шем, сын его. Он родился до потопа. И написано, что он прожил 600 лет, до потопа 100 лет и получается и после потопа, хотя там загадочно написано, что Шем родил Арпашхада, когда ему было 100 лет. Это было через 2 года после потопа. Вот так. Получается наш мудрецы выводят, что он не был старшим, а просто по значимости он стоит на первом месте Шем Хам Ефель. Вот так. Но если Шем живет 600 лет, то его сын, которого зовут Арпашхад, он живет 400 с чем-то лет, 430 лет, около этого, и потом сын Арпашхада Шелах тоже столько живет, около 430 лет. Потом идет Эвер. Получается, он правнух Шема, и он живет последний, кто живет больше 400 лет, он, по-моему, 464 года прожил, и на этом все. Начало потом вдвое сокращаться поколение. еще Шем и Эвер, они были праведники, они не согласились с тем, что Немрод восстает против Всевышнего, весь народ настроил, строил эту Магалонскую башню, и получилось, что на земле немного людей, кто был против. Это был Наах, это был Шем, Ивер, его правнук, и еще есть, по-моему, зовут Шинар, он был, по-моему, сын Шема. Вот. у него были сыновья, Шелах, Ивер, Шинар, то есть он родил, сейчас, давайте вспомним, Шем родил Шелаха, не важно, но главное, одного из этих братьев звали Шинар. Вот так. То есть этот Шинар, он тоже выставил. Он не захотел, не захотел соглашаться с ним родом, он понимал, что это настоящее преступление, и это не принял. Естественно, Авраам тоже был первый противник этой башни, он тоже сказал, что это преступление. Башню, естественно, построили, это сын Вера Пелех, это в дни его, он уже живет двести с чем-то лет, уже в двое меньше стали люди жить, и в дни его написано разделилась земля. Раша Болосвенной Памяти пишет, что люди перестали понимать ни другого, потому что Всевышний смешал их языки и рассеял их по всему миру. Это время Пелега. Другой комментарий к этому, что Всевышний разделил землю на материки. Вот так вот. Интересно упоминается, что имя брата Пелега зовут его Яктан. Не пишется, сколько он живет, но чем он известен. У него тринадцать сыновей. То есть если мы берем даже нашего братца Якова двенадцать сыновей и девочка Дина, если берем семью Нахора, двенадцать детей и девочка Ривка, если берем Ишмаэля, двенадцать князей и девочка Махалат или Басмат ее звали потом. Даже Исам, берем у него двенадцать князей. Ни у кого нет тринадцать. А у Яктана тринадцать сыновей. Видно, был такой праведник. Не так все просто. Специально упомянули. Обычно упоминает только человек, через которого передается поколение. И через его брата Пелега передается. Его возраст не стоит. Просто был праведник его Всевышний ставит. После этого Перех рождает Реу. Реу тоже двести с чем-то живет. Реу рождает Сруга. Он тоже чуть больше двухсот живет. Сруг рождает Нахора. И он живет 138 лет. Он почему-то мало живет. Нахор рождает Тераха. Терах мы знаем это отец нашего прородца Авраама. Он живет 205 лет. И рождает Авраама Нахора и Харана. И вот это 10 поколений от Нааха до Авраама. Получается Наах Шемар Пашхат Шелах Эвер Перех Реус Рух Нахор Терах Авраам. Вот так. Значит Авраам глядя на свое тело он понимает что за всем что происходит в мире никакие идолы не могут стоять. Он понимает что есть единый Бог. Изучая себя он смотрит свое тело и понимает что все хорошо сбалансировано все работает и он понял что есть Бог который за всем этим стоит. И написано что у него есть жена зовут ее Сарай она дочь Харана его родного брата который сгорел когда Авраама Немрод бросил в раскаленную печь он сказал что я тоже брошусь как мой брат не умру он бросился и сгорел потому что разные цели цель Авраама было осветить имя Всевышнего восстать против иглопоклонства который представлял Немрод а Гаран цель просто не сгореть потому что брат не сгорел и так он погиб но Авраама жена еще ее Тора называет Иска значение этого слова такое же как и имя Сарай так Раша говорит поэтому это одно и то же лицо и потом написано что ушли они из Уркасима там где родился Авраам потому что там уже ничего хорошего нельзя сделать для тех людей в Уркасиме и они уходят уходят в Падан Арам он называется Арам Нагараим или Харан он называется туда они уходят там они живут и написано что умер Тирах Харани естественно он здесь не умирает так сразу когда мы пришли туда но он еще доживет до того времени когда его сыну его внуку Ишмаэлю уже будет 49 лет и естественно Исхаку 36 лет до этого времени доживет но больше Тора о нем не говорит потому что он больше ничего уже хорошего не сделает вот так вот сын у него стал огромным человеком большим праведником а внук Исхак тоже и Яков все таки Тирах что-то хорошее заслужил что у него такие хорошие потомки а на сегодня наш урок заканчивается урок был дан за поднятие души Владимир Бен Григорий Павел Денефим Самил Бен Герш Хай Малко Бат Йосиф Мира Бат Аврагам Роза Бат Михаэль памяти Ури Бен Харитон Мендель Бен Мендель за здоровье Ольга Бат Светлана Йосиф Дан Бен Цара Таня Бат Фрида Шимон Бен Мира Фейга Бат Берта Берта Бат Фейга Ида Бат Рива Владимир Бен Татьяна Юлия Бат Белла за Парнаса и Брют Владимир Бен Рая Марина Бат Рая Борис Бен Марина Всего хорошего Олегу Марченко Всем Браха Барнаса Кавана Мазал то, что мы это время не грешили Читали Тору Всем Шават Шалом И до следующих встреч Надеюсь, это состоится В Йом Решон В 16.30 В 15.30 Шалом Субтитры сделал DimaTorzok